Ну а у нас сегодня 28 августа, напоминаем, и замечательное событие. В 94-м году в России были изъяты из обращения Копейки. Мы связали два этих события. В 1994-м, не в 94-м. А в каком? В 1994-м? Ну короче, давай, давай. В общем, друзья, поговорим сегодня о школьной паре, о финансах, о детях. И у нас в гостях человек, который все об этом знает, Ирина Воронина. Трансформационный коуч по работе с личными финансами. Доброе утро! Доброе утро всем. Так, значит, у нас в детстве вместо денег были листики. Мы обрывали деревья и как-то там играли, что-то покупали друг у друга, камушки. Фантики. Фантики там были. Денежки. Как ребенку привить финансовую грамотность и с какого возраста можно начинать это делать? Вообще с 5 лет актуально начинать. И если хотите, я прямо сейчас поделюсь с вами. А мы для этого и пригласили. Очень хотим. Давайте, когда ребенок еще до 5 лет, и вот он побежал и нашел там первую копейку, то есть я очень рекомендую мамам в этот момент не говорить, ты что, это грязное, там брось, давай руки салфетками вытирать. То есть про это забыли. Круто, молодец, там формируй свой капитал, складывай в копилку, сделайте с ними вместе копилку. Ну, в общем, дальше с 5 лет что можно? Нужно ребенка научить уважать деньги и обращаться с деньгами. И в первую очередь, чтобы он понимал, что такое 100 рублей. То есть у них же, вот помните такой момент, когда дарят на день рождения деньги, подарили мне, у него там 2000, и он, я миллионер или еще что-то. Он не понимает, что это, то есть нужно в первую очередь научить, что делаем для этого. Я думаю, для меня и в третьей 2000 информации, в принципе. Я думала, я одна. Саша, ну все-таки как бы это нормально, да, но не как бы миллионы, да, как для ребенка. Поэтому берем в магазин с собой, и в течение недели ходим, берем 100 рублей, и тратим только 100 рублей. И говорим, смотри, на 100 рублей ты можешь купить вот это, свечеростно, вот это. Либо один продукт, либо несколько продуктов. Еще там через неделю 300 рублей, потом 500, 1000, да, то есть ему это будет адекватно. То есть он просто научится понимать, ага, то есть это столько. Так, это 20 жвачек или пол пачки гречки. Или еще лучше в магазин там игрушек и так же убирать. Потом что еще можно сделать с 5 лет? Давать ребенку карманные деньги. И это удивительно, потому что с нами такого не делали, да? Нет, не делали. Не делали там. Максимум задачу можешь оставить себе. Ну да, там какая-то мелочная проезд. Сейчас, по сути, люди думают, надо как-то школа, зачем он куда-то потратит. И ребенок в итоге, студент становится, да? Он первый начинает, какая-то стипендия появляется. Потом, когда первая зарплата, что происходит с нами? Не знаю. Мы сразу все тратим. Мы выливаем эти деньги, мы их тратим. Идем коротко. Более того, у нас теперь есть возможность, мы же работаем, у нас есть возможность взять кредит. Да. Начинаются кредитные эти зависимости. Поэтому с 5 лет формируем у ребенка просто вот, смотрите, каждую неделю, а стабильно в один и тот же день, чтобы он знал, типа, день зарплаты. Мы даем ему карманные деньги. Сумма эквивалентна за месяц, допустим, там, какой-то среднему чеку на игрушку, например, там, 1000 рублей. Соответственно, на 4 недели 250 рублей в неделю, да? То есть выдается, это его карманные деньги. Что он будет делать вначале? И это нормально. Он их сольет на жвачки, пепси-колы, чипсы. Позвольте ему это сделать. То есть он должен понять, что теперь, когда он хочет купить игрушку, но с этого момента родители сказали, мы не покупаем игрушки, да, это важно. Ты сам купишь. Ты сам. И вот он понимает, что игрушку он купить не может, потому что он слил на ерунду. То есть следующим этапом, это, просто я вам говорю, это проверено сейчас на нашем ребенке. Он проходит сейчас эти этапы. То есть тестируете все. Сколько у него денег осталось у вашего ребенка? У него уже прошел этап сливания. Сколько на английце примерно? Я думаю, что спокойно до школы, ну, в принципе, вы теперь все время выдаете карманные деньги, да? То есть только дальше это просто процесс усложняется, у него есть возможность подработки, там, еще чего-то. Вот. И эти этапы, они прокачивают. А еще очень важно учат на счет, считать. Учат гораздо круче, чем научить 1, 2, 3, 4, 10. Когда он сдачу берет в магазине обратный счет, его учат гораздо больше. Попробуйте, что еще сделать? Пойти с ним в магазин и сказать, когда вы научили его понимать, что такое, например, 300 рублей или 500 рублей. И говорите, что когда ты будешь следить, можешь взять там калькулятор на телефоне. В тот момент, когда я соберу в свою корзину товаров там на 500 рублей, ты скажешь мне стоп. То есть очень много методов прокачки. Но именно таким образом ребенок научится обращаться с деньгами, ценить деньги, да, понимать, что он у них уже купит. Вот. И не попадать в кредитные зависимости в тот момент, когда он там начинает. То есть взрослый человек уже будет иметь понимание, как обращаться с деньгами. То есть с детьми нужно играть именно вот в такое вовлечение. Не просто рассказывать, да, что на 100 рублей можно вот это. Берем магазин и прямо все это показываем наглядно. Причем у вас будет рождаться в процессе. Вот история буквально вчерашнего дня. Так получилось, что нужно было 450 рублей, а у нас же карточки. И я знаю, что у него уже сложено. Я говорю, сейчас дай мне, пожалуйста, 450 рублей. Я верну. Мне нужно вернуть, а у меня нет, у меня есть 500 рублей. Я ему даю 500 и думаю, оп, я могу это использовать. Каким образом? Я говорю, смотри, ты получил проценты. Это вот такая система. Я ему рассказываю, как можно давать, да, и получать проценты. Отсюда следующий вопрос ребенка. В каком классе мы будем проходить проценты? И не нужно ли тебе 500 рублей занять? Да. Я говорю, вот когда будете, я тебе рекомендую обратить внимание на эту тему процентов, потому что в бизнесе и в экономике это очень важно. Короче, у вас есть дома маленький банк, который вам выдает под проценты деньги. Вопрос. Да. Можно ли ребенка мотивировать? Завершающий вопрос. Можно ли ребенка мотивировать, допустим, за хорошие оценки ему там приплачивать, условно говоря? Здесь более сложная система, вообще не стоит платить за оценки, он должен понимать, для чего он это делает. То есть разделить два этих пункта. Да, и плюс у детей у них очень быстро уходит эта мотивация. То есть обычно, говорит, ты год будешь учиться хорошо, и мы в конце года купим, он забудет. То есть на неделю что-то можно устанавливать. Но нет, в плане оценок не стоит. Ирина, спасибо вам огромное. Очень действенные, классные советы. Главное, простые. Если вдруг что-то пропустили или забыли, заходите на сайт нашего телеканала. Кубань24.TV